Дорогие друзья, приветствую вас в программе BITREX 24 спрашивает. Меня зовут Юрий Николаев, я директор по продажам компании 1S BITREX и сегодня мы поговорим об очень важной теме. Я не буду говорить заранее о чем, но вы поймете по моему представлению человека, которого мы пригласили в студию в качестве эксперта. Потому что этот человек не просто верит, что предприниматель может быть счастливым, но и создал авторский бизнес-курс под названием счастья в деятельности. Сегодня мы с нами в студии Филипп Гузенюк. Филипп, рад приветствовать. Привет. Друзья, привет. Мы начинаем. Прежде чем пойдем в диалог, пожалуйста, подписывайтесь на канал 1S BITREX для бизнеса и поставьте лайк этому видео. Также в комментариях есть очень полезная методичка про внедрение SRM. Скачайте, посмотрите и мы начинаем. Поехали. К нам присоединился также предприниматель из Красноярска, основатель и руководитель компании бизнес-системы Иван Санников. Иван, рад видеть в студии. Добрый день, коллеги. Мы компания бизнес-системы из города Красноярска. Мы занимаемся только одним продуктом – это BITREX 24, и мы знаем его очень хорошо и преуспели в этом. Наши клиенты – это микро и малый бизнес в сфере оптовой торговли и B2B-продаж. Это та сфера, в которой мы собрали очень большое количество опыта и максимально полезны нашим клиентам. Нам всего три года, но на сегодняшний день мы входим в топ-10 партнеров по продажам BITREX 24 Облака в Российской Федерации. На этот год у нас есть цель. Мы хотим удержать позиции в топ-10 и занять первое место по продажам BITREX 24 Облака в Сибири. На пять лет у нас есть цель – войти в топ-3 по России. Ну что ж, тема нашей сегодняшней программы – это как раз то самое счастье. Я хочу спросить сначала Филиппа. Филипп, ты действительно веришь, что предприниматель может быть счастливым? Сто процентов. Это не просто проверишь, это провидишь. Поэтому тут без комментариев. Хорошо. Тогда задам вопрос Ивану. Иван, ты приехал к нам с запросом поговорить о счастье и о борьбе с выгоранием, о том самом ресурсном состоянии, когда и цели достигаешь, и при этом не отдаешь все эмоции и все силы. Но ты выглядишь достаточно счастливым человеком. Поделись немножко, что тебя привело к этому вопросу. Мы работаем с BITREX 24 уже довольно давно, и продукт классный, продукт нравится, но продукт сложный. Мы все чаще и чаще сталкиваемся с более сложными запросами от клиентов, и где-то мы начинаем, как настраивать BITREX 24, начинаем внедрять, сталкиваемся с одними и теми же проблемами, которые мы не можем решить. В силу специфики продуктов, в силу специфика нашей работы. И это начинает потихонечку накалять, это начинает потихонечку подъедать изнутри. Вот хочется понять, а как с этим работать, как не допустить самого эмоционального выгорания? Вот что вот с этим вот поделать? И поэтому вот именно по этой теме и хотел заявиться, именно это и хотел с Филиппом обсудить. Замечательно, предоставим слово Филиппу. Можно я еще уточню? Ты говоришь, начинает накалять изнутри, подъедать. А можешь подробнее про это? Как это? Ну, если говорить про нашу деятельность, мы помогаем нашим клиентам систематизироваться, автоматизироваться на платформе BITREX 24. Это наш основной вид деятельности. Мы, как сказать, мы, наверное, евангелисты продукта, мы монокомпания, мы занимаемся только BITREX 24 и больше вообще никакими системами не занимаемся. Но мы знаем BITREX очень глубоко, прям от овер-овер дофига внутри. Мы знаем, как он работает, какая у него логика. И эта логика может не всегда совпадать с нашей логикой. Вот такое бывает. Как ты к этому начинаешь привыкать? Допустим, клиент спрашивает, а можете вот это вот сделать? Мы говорим, знаете, на облаке это сделать невозможно. Предлагаем переехать на коробку. И когда с этим сталкиваешься, там, грубо говоря, из месяца в месяц, изо дня в день, одно и то же. Клиенты это хотят. А ты говоришь, слушайте, это можно сделать на коробке, но мы работаем только с облаком. Ты такой начинаешь, как это вот, немножко это вот вытягивает из тебя энергии. Одно да потому, одно да потому. И вот это вот хочется предотвратить наступление момента, когда продукт начнет уже как это. Он не будет вызывать радости, он не будет вызывать эмоций. Хочется этого момента не допустить. Хочется все так же любить продукт. Я очень люблю BITREX 24. На нем реально можно черта высого собрать. И мы это делаем каждый день в нашей работе. Хочется вот этот вкус к продукту, вкус к работе не потерять. Сейчас дам пару примеров и, может быть, систему, которая поможет этому разобраться. Вот мы там 12 лет занимаемся системой счастья в деятельности и видим, какие у людей в ситуации в работе обычную энергию забирают и какие энергию дают. Там есть семь факторов. Вот ты ярко проявляешь там два из них. Ты говоришь, что мощнейший источник энергии – это смысл. Когда я верю в то, что я делаю, как бы, да, я прям, ну, я вот иногилист, я прям, я этим горю. Да, я вижу, что это людям нужно, я понимаю, ради чего это все. А второй источник энергии, ну, он из семьи, там, да, он замыкающий последний, но он называется влиять. Когда я реально могу своими действиями ситуацию менять. И вот если человек может менять то, что на своем и важно влиять, да, то он будет более счастливым, чем если он не может. В чем фишка? Что чем выше ты поднимаешься по, там, ну, по структуре управления, чем больше тебе ответственности, тем больше ты живешь на постоянку, в компромиссах. Вот здесь я, наверное, воспользуюсь своим правом ведущего и тоже задам вопрос, Иван, тебе. Я знаю немножко историю вашей компании. Она начиналась с семейного бизнеса и, фактически, вот в этом году ворвались в десятку топ-интеграторов Bitrix24 по всей России. Раз ты пришел с запросом на выгорание, как ты чувствуешь, то, что вы довольно быстро прошли этот путь, стало ли это предметом для появления этого вопроса? Или пока еще все-таки собственного внутреннего ресурсного состояния хватает, чтобы и находиться на этом высоком уровне, или даже, может быть, еще дальше целиться? Да не в бровь, а в глаз, потому что действительно сейчас спросили, а не является ли это, вот, как это, моим приходом сюда. Да, мы за три года попали в топ-10. Вот там, каждый день смотрим этот рейтинг, там, все в курсе, там, это цифры ежедневно обновляются. И вы даже не на десятом месте, насколько я помню, уже повыше. Да, мы там чуть выше десятого даже, я там, короче, чуть выше десятого, бог с ним. Действительно, мы за три года очень мощно прыгнули. Мы там были и в топ-50, потом в топ-20, сейчас в топ-10. Нас мало. У нас маленькая банда какая-то, нас немного, но мы в тельняшках. Мы хорошие спецы, каждый в своем деле. Прямо вот такие вот качественные ребята. И за счет того, что нас мало, нагрузка-то растет. Клиентов становится все больше, а расти в силу специфика нашего, там, локального красноярского рынка, там, готовых спецов, которые шарят в битриксе 24, и они бы выглядели еще адекватно, умели адекватно общаться, а у нас достаточно высокие требования к нашей команде, таких нет. Вот, и, наверное, от этого тоже очень-очень много сил уходит на то, чтобы вот команду бодрить, мотивировать ребят, там, как ты с ними работаешь, там, что все получится, там, все преодолеем, сложная задача, давай, там, раскидаем, там, помогу, подскажу, потому что, опять-таки, сам носитель высоких компетенций по продукту. Да, скорее всего, это прям прямая связь, что мы так стрельнули. Второй вопрос, который бы хотел такой обсудить, это переключение ролей. Меня это просто достаточно сильно интересует, я много об этом слышал, что есть в нашей жизни роли, там, что кто-то, там, вот, так вот, работает, там, грубо говоря, на работе он классный босс, но когда он выходит, там, сработал, он переключается, и, бах, он классный папа, классный муж, возможно, там, хороший, там, сын до сих пор, там, там, классный друг, там, товарищ, там, и исполняются вот эти вот роли. Я по себе замечаю, что мне, вот, переключение ролей, оно дается как-то с трудом. Я могу ехать уже домой, я могу быть еще дома, но я, как это, в роли на работе. Ты все еще классный босс, по сути. Я могу быть классным боссом, классным спецом по битрексу, хорошим консультантом, там, советчиком для клиентов. А хочется спросить, вопрос поднять, а есть какая-то технология, какой-то инструмент, либо совет, а как переключаться? Очень хороший вопрос. Ну, тут, знаешь, у меня есть вот такой отвлек, может быть, не в тему, хочу просто сказать, потому что мне кажется, что это будет для многих актуально. То есть я думаю, что сейчас то, о чем ты говоришь, это очень актуально для большинства предпринимателей. И я вижу, к сожалению, что люди это начинают ловить, вот, не в 31, да, там, как тебе, а ловить это, там, в 40, в 45. И в кейсе, когда вот там я работаю, там, с женщиной, говорит, я когда поняла, что мне нужно этим заняться вообще, темой переключения ролей? Когда, говорит, я ребенка обнимаю дома, и я понимаю, что обнимая его, я думаю, кому я не позвонила. Я, говорит, сама его обнимаю, понимаю, что я испугалась реально этой темы. Да, и вот, к сожалению, я должен буду сейчас рассказать про разрушающую страсть и здоровое увлечение. Вот работа для нас очень часто является таким источником потока, драйва, интереса. Там у человека много нюансов, много файлов, очень большая ментальная модель, и она генерирует огромное количество стимулов включаться и активно действовать. То есть там у тебя прямо, ну, вот, грубо говоря, нейропаттерны в мозге, да, которые отвечают за работу, они прямо хайуэи такие большие. И очень часто, когда я вот на этом адреналине, на этом росте, да, на этом драйве, то для меня другие сферы жизни, как-то семья там, да, или даже просто вот спокойно там посидеть, они такое общение с собой, они не так драйвят. Там нет этого адреналина, нет этого интереса, нет этой глубины, вот чувств, эмоций, да, эта штука. И кажется, что, блин, тут мне интересно, а тут какая-то прессная. А тут не то. Да, и я вот вроде бы сижу, общаюсь с ребенком, ну, я общаюсь там 15 минут там, да, там с ним как-то, а я бы за это время там уже там, да, кучу всего сделал. У меня там, более того, какие-то клиенты горят, как бы, да, я понимаю, что я вот на этих иголках, и я не тут в итоге, я не там. То есть я дергаюсь, у меня телефон, как бы, да, и я понимаю, что я вот между этими мирами, я не здесь качественного внимания не дал, потому что, ну, вот я был таким полупапой, да, я был не в этой роли до конца. И я не там, потому что я еще не решил, у меня, более того, вот мозг головной, он сильнее всего устает именно от переключения. То есть самое страшное, когда ты между ролями, да, ты постоянно прыгаешь, у тебя как бы система не понимает, что ты вообще такой, да, вот эта вот история. Вот, и поэтому вопрос, он в точку, как переключаться. Есть такая концепция, называется, три женисьбы. Слышал про нее? Нет. Короче, это крутая штука. Она говорит, что есть три сферы отношений у человека. Отношения с собой, отношения с семьей или с близкими людьми, и отношения с делом. И она говорит о том, что, как правило, успешные в делах люди жертвуют чем? С семьей и собой, да, то есть она вытесняет эту историю. И еще эта модель говорит, что она как бы говорит, что мы не можем, вот как в круге баланса, линейно это разделить. То есть цель не вот тут у меня семья, тут у меня работа, тут у меня я, а цель синергии этих сфер. То есть я должен своему достигателю внутри, который рвется к победам, объяснить на примерах жизненных, что тотальное, полное включение в семью, когда я не отвлекаюсь ни на что, это максимальные, то есть это инвестиции времени с максимальной отдачей на эффекте в работе. Вот эта мысль, да, что вкладывая в себя, идя в поход, делая пробежку поутру, там, часовую, да, полностью отключаясь от всего. Наверное, я на самом деле работаю максимально эффективно, потому что если этого не происходит в моменте, если я все еще думаю, что я отвлекаюсь от работы, чтобы побегать, то я и не бегаю. Вот сейчас зашло, вот эта фраза, вот она была ключевой, я отвлекаюсь от работы, чтобы побегать. Да, вот прям вот узнал себя в этой фразе. Действительно есть такие мысли, что, блин, я бы мог сейчас поработать, блин, я бы мог сейчас что-то там поделать. Зашло, спасибо. И давай тогда сейчас буду к ритуалам, переходим к этим фишкам. Вот работу реально с чуваком, у него компания 10 миллиардов оборота, и он такой прям, ну вот он, они красавцы, они там лучшие, там, на рынке Питера в своем деле, я даже не буду называть в каком деле, потому что бы понятно. И я смотрю, там, у него там, как бы какие-то там объекты под судами, ну, у него какие-то там топ-менеджеры там уходят, ну, какая-то вот, ну, происходит довольно жесткие замесы вообще, там, этот ковид сейчас, ну, то есть у него жесткие замесы, но он, понимаешь, ровный, он спокойный. Я думаю, почему так? У него выстроена жесткая стратегия белых камней, я так ее называю. То есть принцип, что белые камни, то есть отдых и качественное время с семьей и с друзьями, это первое, что ставится в календарь. Вот прям must-have, как бы еженедельное планирование отдыха, времени с друзьями и семьей. И вот, ну, чтобы ты понимал, по процентам времени у него там час йоги с утра, иногда есть там полчаса-двадцать минут медитации в обед и час медитации вечером. И полноценные выходные, когда в субботу записаются друзья в бане, он собирает такой неформальный совет директоров, где у него такое, ну, общение, они в футбик там играют, да? Вот, то есть такая хорошая дружеская суббота и спокойное время с семьей. То есть то, что я вижу у мега успешных людей, которые вот, ну, да, по ту сторону этого вопроса находятся, в котором ты, у них очень жестко отстроен хороший мощный отдых. Причем это много интересных походов в течение года, да? И люди понимают, что как бы я делая себе чистую, спокойную голову, я создаю ответы на те самые вопросы, сейчас я прицеплюсь, которые кажутся невозможными из операционки. Потому что когда ты говоришь, что нету в Красноярске, да, специалистов, которые могут в этом разобраться, извини, не верю, да? Я просто сотни кейсов предлагаю, когда человек говорит, ну, блин, вот мы самые крутые на рынке, у нас просто некого брать там, да, вот мы смотрим, я говорю, давай как бы предположим, что в стране вот такое количество миллионов людей, как бы, да, что типа нет, трех человек прям нету, да? Как правило, это ограничение в голове, которое снимается, когда у тебя есть спокойное время подумать. Я думаю, что когда чувствую силу, там, в чем сила, брат, да, что очень круто с клиентами работаешь, такой подход такой вот, ну, правильный, как бы, про пользу, да, про качество, да? Как будто вот следующий уровень, когда как из этого, вот, да, термин такой, из этого снежка плотно, у тебя плотный снежок есть такой, да, как сделать там, ну, большего размера там снежный ком и снежную бабу, да, вот это те вопросы, ответы на которые приходят из спокойного состояния, когда я вообще не внутри, я на балконе, как бы, да, у меня есть спокойное время. Вот отзывается то, что говорю. Да, я знаю, я понимаю, о чем вы говорите, это когда вот… Можно ты? Это когда вышел, когда вот действительно сам собой, когда можешь просто налить чашку кофе, не думать ни о работе, ни о чем, а вот быть как это, наедине с самим собой, когда мысли приходят, когда начается процесс размышления, обдумывания чего-то. Да, знаю такую вещь, маловато ее сейчас, поэтому я вот здесь с этими вопросами. И вот дальше возникает вопрос, ну, что конкретно, да, вот какие конкретные практики? И здесь я опять могу таким размытым и скользким показаться, потому что я не верю, блин, в общие, понимаешь, рецепты практик. Я верю и вижу, что практики рождаются изнутри. У тебя в работе очень много этого состояния потока, когда ты полностью растворяешься в этой ситуации, погружение полное есть, да? Вот, это называется состояние потока. Flow State, автор «Часак Михаи», да, про это пишет. Вот, но мало кто знает, что поток – это в том числе разрушающая страсть. Чтобы, если ты позволишь быть, почему футболисты спиваются, когда, как бы, да, выходят из спорта? Почему часто там там ссоры, когда, да, вот ты не можешь нацелать больше, что человек не находит себе места жить, потому что у него все ставки в одном месте, да? И фишка в том, что есть одно отличие между разрушающей страстью и здоровым увлечением. Нейрофизиологического отличия нет, процесс тоже самый. То есть те же самые трансмиттеры, те же самые состояния, альфа-бета-волны, вся эта история работает. Просто разрушающая страсть у человека одна, а здоровых хрустений несколько. Поэтому твой KPI, вот прямо твой KPI в том, чтобы научиться испытывать такой же уровень драйва потока погружения, тотального, в еще 4-5-6 делах в жизни. То есть мы прямо копаем, ищем вот эту историю. Это может быть сбор грибов, да? Но я понимаю, что кому-то медитация просто, ну, как бы, это вообще анти-история. Он не может просто вот сидеть, как бы, медитировать, это тупо для него будет, да? Поэтому такой русский такие примеры. Мужик говорит, я вот понял, что я как бы это перегрузляюсь полностью, вот это обнуление происходит, когда я вечером дал пятнашку по парку на лыжах. Говорит, недавно понял, что работает только зимой, поэтому теперь у меня пятнашка на роллер лыжах летом. Да, вот что-то такое твое, что будет тебя обнулять. Вот это нужно искать. Ну, я обычно сказал про то, что есть разные виды счастья. Я там занимаюсь темой 12 лет. Есть счастье такого оранжевого бульдозера, который прет, как бы, да, разбрызгивая гузницами вообще все, что угодно. А есть такое вот тихое, такое дзенское счастье, которое, скорее всего, в музыке есть, да, такое вот чувствительное больше про вот эту штуку, вот там глаз горит. Есть, наверное, какие-то формы счастья в семье, да, вот как я с девочками, как я с женой. Вот можешь про это пару слов? Как у тебя ощущается семейное счастье, как ты его чувствуешь? Слушайте, да, это те самые минуты, когда можешь дать девчонкам, у меня две дочки, то, что они просят. Не в плане, как это, материальном, а в плане времени. Допустим, мне говорят, слушай, поехали в Дивногорск. Просто там старшая просит, я хочу на веревочном городке полазить от Дивногорских километров 40, короче, от города. Но на машине мотануться, ну, полчаса делов там, ну, те же самые 40 минут. Привозишь, мы там тусим, но не больше получаса, потому что вот они полазили, им надоело, все, им надо что-то другое срочно, мы поехали домой. Но ты можешь им это дать, они от этого кайфуют, тебе это несложно. Видишь их улыбки и понимаешь, что, блин, не особо-то большими усилиями ты делаешь своих детей счастливыми. Вот от этого драйвит прям. Отлично, отлично. Наша программа называется «Битрикс24 спрашивает» и в финале мы всегда задаем нашему гостю острый вопрос. А также просим эксперта прокомментировать ответ гостя и, возможно, дать какие-то предложения. Иван, острый вопрос тебе. Твоя компания уже вошла в топ-10 крупнейших интеграторов «Битрикс24». Представь, что к тебе приходит конкурент, скажем, из топ-3 и говорит «Иван, мы обратили внимание на успехи твоей компании, хотим ее купить». Сумма, которую он предлагает, ее хватит, ну, наверное, года на три с свободной жизни. Но, конечно, есть и обратная сторона договора. То есть по этому договору ты не сможешь заниматься бизнесом, тем, которым ты занимался, то есть не в этой компании, а вообще в этой сфере, минимум пять лет. Подпишешься на такие условия? Нет. Почему? Две причины есть. Я реально очень люблю продукт «Битрикс24». Это реально крутая штука, и я знаю ее досконально. Все мои ребята знают это досконально, мы в нем шарим, он очень крутой. Я не смогу, но мне будет очень сложно оторвать, как это перечеркнуть, сказать, что я больше «Битриксом» не занимаюсь. Ну нет, потому что там можно собрать реально чего угодно, мы это собираем, и я кайфую от того, что я это делаю. Из пустого воздуха, грубо говоря, из облачного портала, из бесплатных версий, мы собираем реально там боевые какие-то истории, на которых клиенты потом работают. Я от этого кайфую, это мой кайф. Поэтому нет, «Битриксом» я буду точно заниматься. Вторая причина, почему нет, потому что я всю жизнь в «Битрикске». Я всю жизнь что-то кому-то продаю, и уйти из сферы, там, как это, продажи каких-то продуктов, «Битрикс» историю, да ну нет. Это вся моя жизнь вообще. Я всю жизнь в продажах. А если конкурент предложит сумму, которой хватит на 10 лет, можно ничего не делать? Слушайте, как хороший предприниматель, я скажу, конечно, давайте почитаем договор, пускай он это дело насчет предлагать. Внутри отзывается, что вот когда вот, как это, если я не справлюсь с этим эмоциональным выгоранием, если мне это все в итоге заколебает, и мне когда-то надоест, тогда, возможно, этому партнеру позвоню. Мне это очень нравится. Даже если там, серьезно, если так вот задумываться, даже если там на 10 лет вперед там денег хватит, что я делать, то буду меня от этого дрейвить. Отлично, спасибо за ответ. Филипп, что бы ты порекомендовал делать, если приходит с таким предложением? Как реагировать? Я работаю с компанией Splat, в том числе, может, знаете, да, ее там потрясающе, вот, Евгения и Елена Демина. И я бы хотел в этом месте сказать фразу «Большому кораблю большое плавание». Потому что, ну, если посмотришь передачу, где на такой же вопрос Тинькова отвечает Демин, он говорит то же самое. Я верю, что сегодня время компаний, которые сделаны не ради денег, а из желания, ну, что-то создать, отдать. И это вообще про разные, то есть, ну, да, деньги, вот, ну, в принципе, не бедствуем, как бы, да, и бедствовать не будем. Если уж слишком сильно вот устану там, да, и перестанет дровить, тогда буду готов как бы отдать. Но, в принципе, компания – это то, что… Это про дело жизни скорее, это про то, что мне интересно, то, где я, как бы, ну, помогаю людям, в это верю. Поэтому я, ну, я вижу, ну, вот, как бы, что называется, тебя вижу. И на этой мотивации выстраиваются по-настоящему крутые штуки. Я не удивлюсь, мы будем тут сидеть через там, встретимся через там 3-5 лет. Это будет совершенно другой масштаб, поэтому просто хочется удачи пожелать. Отлично. Спасибо, Филипп. Иван, наверняка в финале передачи у тебя есть уже какие-то выводы. Получил ли ты ответы на те вопросы, с которыми приехал? И есть ли что-то, что ты будешь менять в своей жизни? Да, 100% это переоценка тех самых ценностей, то есть, насколько там, вот, насколько важна эта работа, насколько важны вот эти вот все вот текущие там процессы и прочее, прочее. Это про, как это там, про выгорание. Второе – про переключение ролей. Ну, вот как-то, вот из всего разговора вытекает такая интересная история, что действительно у тебя есть работа, у тебя есть семья. Из семьи-то можно этот драйв черпать. У тебя есть друзья, из друзей можно драйв черпать. Про вот эту историю, про гитару, про хобби. Ну, вот все, что вы сейчас сказали, только внутри рассказывается, блин, это все про тебя, реально там глаз горит. Просто маленькая такая ремарка, пять минут свободных там в доме есть, там дети, допустим, чем-то заняты там, там Оля там чем-то делает, быстренько пошел, гитару достал, там чик-чик-чик, там три аккорда новых там, пытаешься там их зубрить. Ну, тянет туда. И сейчас Филипп говорит, слушай, если надо таких пять-шесть штук, допускай хотя бы вторая появится. Вот вторую застолблю. Это вот точно то, чем я буду заниматься по приезду. Ну что ж, мне кажется, что после сегодняшней нашей передачи, как минимум один предприниматель в России точно станет счастливее. Скорее всего, их будет больше. Большое спасибо, Иван. Большое спасибо, Филипп. И, друзья, до новых встреч в программе «Битрикс24 спрашивает». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова